Международная школьная лига Международная школьная лига КВН Это высшая школьная лига И сегодня вы увидите на нашей сцене Самые лучшие команды Нашей страны и ближнего зарубежья Но сегодня в первом полуфинале Из ближнего зарубежья Никто и не попал Ну что ж Дефирамбы можно пить долго Во-первых, хочу сказать Спасибо за гости прилимство А уж мы-то постараемся Вам ответить тем же Сокрементальная фраза, которая начинает Все мероприятия данного характера Мы начинаем КВН Это команда Первомайская роща Город Кроссовер Прошла, конечно Международная школьная лига Команда, которая проделала наибольший путь Это дебютант Международной школьной лиги Ну, грехов назвать новичками При том, при всем Команда КВН Реликс Город Красноярск Еще одни, так сказать Небольшие соседи Назовем их так Тоже новички, тоже дебютанты Но уже напоминаю Сегодня не первая отборочная игра Сегодня полуфинал Это значит, что каждая из этих команд Сыграла отборочную игру и прошла дальше Команда КВН «Патерфляй» Город Толгоград В Смоленской области есть небольшой городок На которой стоит авторная электростанция И детьми этой станции является команда КВН «Денис» Из вышедших в парка команды Вообще сегодня команды Денис станция, пожалуй, самая опытная Дело в том, что название осталось тоже Я бы сказал и посчитал Хозяинами этой сцены В данном случае Они не совсем из Ростова Они очень близко к нему находятся Команда КВН «Штопор» Город Канинск-Шахтинск Город Канинск-Шахтинск И поскольку Вероприятие «Корского коллекса» действительно На какой-то Ростове первый раз В Ростове такой первый раз То, естественно, не может быть таким образом Чтобы потом через Ваново Прошу АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, дорогие друзья Микрофон такой маленький, можно его возьмите? Конечно, то вы не можете Спасибо, Александр Владимирович Сегодня здесь, в этом зале, состоится прекрасный праздник Впервые на Донскую землю Приехал полуфинал школьной лиги КВН Для нас это здорово Ростовчане, поприветствуйте наших гостей Сегодня в зале присутствует большое количество команд из других регионов Поэтому у меня очень почетная миссия Я хочу зачитать приветственное слово Обращение вице-губернатора Ростовской области Александра Ивановича Бедника Уважаемые гости и участники полуфинала Становится доброй традицией Проводить в Ростовской области Крупные молодежные форумы, фестивали и конкурсы Обладая большим культурным наследием Наш край становится центром молодежной культуры на юге России Отрадно отметить, что первый полуфинал международной лиги КВН Проходит в столице Донского края В городе Ростове-на-Дону Традиции донского казачьего юмора И искрометной сатиры Из произведений нашего земляка Лауреата Нобелевской премии Михаила Шолокова Перекочевали сегодня на подмостке КВН Клуб веселых и находчивых Это задор Это всплеск эмоций и хорошего настроения Вам продолжать Славные традиции КВН в двадцать первом веке Желаю всем участникам полуфинала Крепкого здоровья, благополучия и успеха Вице-губернатор Александр Беды Спасибо Почетное право открыть наш сегодня фестиваль Почему? Потому что для нас это Наша любимая, уважаемая ростовская молодежь Позвольте вас приветствовать От имени нашего президента Лиги КВН нашего мэра Михаила Анатольевича Чернышова От имени ректора будет говорить Галина Петровна Когда стал вопрос о том, где проводить Мероприятие, мы сказали Нет, только в молодежном центре Который находится на территории Нашего уважаемого университета И нам очень приятно Что сегодня молодежь собралась Именно в этом зале Но нам немножко как бы и не очень приятно Что среди команд нет команд Ростовских Сегодня ростовчане отвечают Аплодисментами и я думаю Что они будут самые достойные Аплодисменты Наша команда Ростова будет обязательно Высшие лиги и мы в это свято верим Аплодисменты Аплодисменты Наш РГУПС это лучший густ в России РГУПС это я РГУПС это мы РГУПС это лучшие люди страны Аплодисменты Аплодисменты Нам приятно что сегодня Собрались сюда Представители разных уголков Нашей страны Совсем недавно Точно так же Наш университет Приветствовал здесь Большой всероссийский семинар На котором присутствовал Министр образования Филипп Владимир Михайлович Я должна сказать о том Что был очень интересный момент Когда во время телемоста Соединяющего все Многие города нашей страны Наш московский вуз Показал свой КВН Купушкиных детей И я должна сказать Знаете да? И я должна сказать Что большую поддержку зала Большую поддержку министра образования Нашло это выступление И мне кажется что вот эта поддержка Лучше всего Выражается сегодня На нашем с вами фестивале КВН это здорово КВН это молодость КВН это большая школа жизни И я хотела Сегодня Сказать о том Что у нас в группе есть Две команды КВН Но мы хотели бы Чтоб все вы школьники Пополнили ряды наших студентов Чтоб наша команда КВН Ростовского государственного университета И сообщения Ростовской области Были самыми лучшими В нашей стране Успехов Аплодисменты И мы хотим Счастья Здоровья Лишь чтоб смех Который будет в зале Заглушался самыми большими И обширными аплодисментами Которые мы должны В этом зале Спасибо Спасибо огромное Ну что же Судя по количеству выступающих Это действительно серьезное Мероприятие для этого города И я уже с содроганием Боюсь объявить Огромное количество Непомерное для нашей школьной лиги КВН жюри Но вполне приемлемое для высшей лиги И посему Председатель Как мы уже представляли Человек Который Можно сказать Начинал в Ростове Движение КВН Как мы не сообщили И я рад с этим это отметить Это Бирюков Геннадий Борисович Прекрасно знаком с творчеством Ну и конечно Мы дошли до самых молодых КВНчиков То есть вот чувствуете Да Вот эту линию Это Бирюков Борисович Команды КВН Ну что же Все представлены В данном случае Год назад Был введен в эксплуатацию Первый реактор Ростовская АЭС В нашем городе Три реактора работают Уже 15 лет И говорят Что мы светимся в темноте Вот Мы и днем Светимся Нам АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Эта Наша подтанцовка Мы их выиграли Это наша линейка Мы их тоже выиграли А это жюри Так как они не умеют говорить Поэтому мы дали им табличку Макс А давай сыграем восьмой бой Давай Один Рано А два Рано А три Рано А четыре Рано А пять Рано А где с такими палочками? Кто? А сейчас мы покажем, как пользователи разных стран работают в интернете Пользователь из Японии Пользователь из США Пользователь из Трамбалтии И наконец, пользователь из России Рано Остр passiert из с Creek Трамбалтия Мы требуем остановить ореховое нашествие. Что у орехи? Это говорим мы, бабки с семечками. Пилирубля вашего законодательства рубля. А фестиваль Евровидения 2002 пройдет в столице Эстонии, в городе Талли. Чтобы излишне не напрягать зрителей, организаторы фестиваля обратились к просьбе участников, ведь в два раза медленнее. Примерно так. Ты так не делаешься, пока даже из своего не заболнее 100%. А при прездести Джорджи Буш-старшем в России начали поставлять куриные окрачка, которые получили меткое название ножки Буша. При прездести Джорджи Буш-старшем в России планируют начать поставки куриных яиц, которые уже получили меткое название... Как говорят у нас в морге, Готтед Моррин, это его рука, это ее рука, это его рука, а это ее. А российские лыжники сошли с олимпийской дистанции. Возьмем у них интервью. Скажите, а как вам понравилась сама гонка? Самогонка? Да. Поэтому вы не сошли в дистанцию. Отголоском прошедшей олимпиады стала допинг высказал в последнем этапе Кубка Мироположный Гол. В крови наших лыжниц был обнаружен гемоглобин, а в наших жилах течет РАДИАЦИЯ! Стоп! Стоп! Подождите! А сейчас специально для тех, кто искал в нашем приветствии подвиг. От Десногорска до Ростова на Дону полторы тысячи километров. Мы приехали сюда на БАЗИКЕ. Потому что в наших жилах течет РАДИАЦИЯ! АПЛОДИАЦИЯ! 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 Показать свой подвиг, который, надеюсь, они все-таки совершили, как я сказал, уже местная команда. Интересная история этой команды. Дело в том, что практически наполовину, можно сказать, что они тоже самые опытные в нашей лиге. Уже третий сезон играет из Каменск-Шарпинска команда. И уже произошла смена поколений. Если была такая команда небезызвестная уже, наверное, и в Ростове, Шпана, то теперь их преемники это команда КВН Штопор. Встречаем подвиг этой команды. Наша команда, помимо КВН, увлекается футболом. Но им все время кто-то мешает. Вплоть до перерыва. Сейчас на цену команда выйдет полный лохи. Вообще ничего, ничего не умеют. Шутки отшел. Желтая карточка. Играют, как не знаю кто. Лохи конкретные. Красная карточка. Пропустит следующую игру. А правда говорят, что весь год по почкам бьют, а весной распускаются. Правда, мальчик. Правда. Ребята, аэродиак прослеснуть холодным потолок. Не понимаю, что происходит. Правильно. Нечего в холодильнике спать. И потеть при этом. Новости спорта. Вчера Международный Олимпийский Комитет решил, что допинг на пробу нужно брать не с лыжников, а с их лыж. Ответ. Президент России ответил кратко. Но с матом. А мы ведем свой репортаж из Солт-Лейк-Сити. И у нас пришли с трамплином. Итак, посмотрим на старте кинейский судья из Бали-Бу. ДИНАМИЧЕСКАЯ Международный Олимпийский Комитет. Микрофон. Микрофон включить. А у Пэтхана в замене баночки Пепси попросили шокеры. Ну а Виктория Адамс да и доспела. А известный русский борец Алексей... Карелин. 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 Александр. Александр, правильно. Александр Карелин перешел в фигурное катание. Толку никакого. Ну вот за то, кто смирится, у него золотую медаль нам надо брать. Сейчас два часа ночи. Сижу на кухне. Хлебом не корми. Дай где-нибудь посидеть. А то сейчас придут ребята и начнут делать из меня блинчики. Белый блин в коме. Когда я пошел в одиннадцатый класс, папа подарил мне цветные карандаши. И сказал при этом, смотри сынок, растяни на два года. С друзьями. А у нас сегодня в студии знаменитый эстрадный билет. Юрий Натамов, приветствую! Юрий, у меня входа вопрос, почему вы, такой известный, давно не поете на сцене? Ну вы понимаете, у меня гитара, мальчик. Как это гитара, мальчик, Юрий? Ну вот я вам сейчас покажу. Бой моя, гитара, бой. Как говорится, бой это мистер Гид. На русском времени появился новый пылесос. LG представляет. Так он еще и моющий. А сейчас в прошилке нового времени. Скорее. Программу здоровья теперь ведет ведущая программы «Слабое звено» Мария Гиселева. Вы самое слабое звено. Прощайте. Говорит она и отключает аппарат искусственного дыхания. Кто-то из известных сказал, что пять минут смеха продлевают руки на полтора-два сантиметра. И это выглядит приблизительно так. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Сначала мы хотели показать вам Геракула. Это за ракурс. Потом мы хотели показать вам Шварценеггена. Но это уже избито. Потом мы хотели пригласить к вам своего предпоследнего героя. Девата любименька. Но он уже уехал учиться за границу. За деньги отецовок. И поэтому мы решили свяжить свой подвиг. Сделать своих героями. А вообще, что такое подвиг, а? Ну, подвиг, когда бабушку через дорогу приводишь. Дурак, это просто хороший поступок. Ага, а если она весит 120 килограмм и идти не хочет? А вообще подвиг не предсказывает, как женщина. За то же дело можно получить или оплюху, или горячий поцелуй. Да нет, ерунда это все. Вот Петров Витя совершил подвиг на уроке музыки. Он порвался, берут. Ребята! А пацаны, это как? Больно или средство познания мира? Да нет, малыш. Это средство передвижения. А мне как-то приснилось, что я Золушка. Стою на боксерском ринге. Подходит ко мне Майк Тайсон и говорит. Во, помни, после двенадцатого удара твое лицо превратится в тыкву. А сейчас школьное новость. Вчера за выдающиеся заслуги перед классом Петрова Вася получил орден. Великой Логанов от класса. Ученики предложили ввести новый школьный предмет. Быстрый заработок для наших учителей сокращенно взнув. Вчера учительница Митрофанова повторила подвиг Александра Матросова. Своей грудью она остановила толпу хороших и вяческих и властиков. Ты знаешь, в ночном клубе открылся бы выстрелить кис-бар. Да, да, он читал. Так там не читал, там смотрит. Вот здесь смотрели, как я читал. Здравствуйте. Меня зовут Леонидов. Я из Волгограда. На зимней сессии я звоню три экзамена. А на леке двух преподавателей. До свидания. Меня зовут Леонидов. А сейчас криминальные хроники. Вчера неизвестный отрагивали в санкрым вонсор. Украли шутки, заменил от голода. Перепродали от высшей лиги. Остатки сплавили в школе. Вот что вы мне говорили о севернице. И я смотрел олимпиаду. Тут мы так, ну, а чему я шла в двенадцатом этаже? Услышала войны трёп. Требали всех. Ну, чтоб мне было лучше слышно, я вынесла форточку по самой колене. А там по телевизору кваль забили. Ну, я не выпала. А там земель и океана. Вот что вы только олимпиадуете. Здравствуйте. Меня зовут Лёв. Я следую из Волгограда. Экспериментом моей экспертизы было доказано, что шутки были изъяты у потеплявшего путём мозгового штурма. Следствие зашло в тупик. Это были экологические металлы, а сейчас реклама. Тушь, помаду. Знаешь, там будет мать. Ну, у меня же чёрное бельё. Так надо было постирать. А у нас есть маконы. О, маконы. Конечно, у нас есть маконы. Маконы. Нет, я не маконю. А-а-а. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Потом выходят девчонки. Хм, классная сумочка. Я тоже тебе такую хочу. Где взяла? Ну-ка, будешь на скорость останешься. Последний выходит Юра. Он ждёт у подъезда Маши. Маша, я должен сказать тебе одну вещь. По-моему, нам не стоит больше встречаться. У тебя есть другая. Так было вчера, так было сегодня, и так будет завтра. И постепенно всё это сливается в одно ужасное утро. Ха, классная сумочка. Я тоже тебе такую хочу. Где взяла? Это мне мама на хлеб дала. Классная сумочка. Я тоже тебе такую хочу. Это тебе есть другая. Там не стоит больше встречаться. Лёша, не, сейчас не можешь не дружиться. Это тебе есть другая. Там родители давали каждому десятку. Вчера в городе Ростове была забита стрелка между Чкаловским и Северным районом. Северным районом. Северным районом. Северным районом. Вчера, ученые обнаружили сермонеллёв. Тысяча ростовчан, собравшись перед ростовским макдональдцем, скандировала лозунг «Ножки куша, ноу-го!» «Ножки куша, ноу-го!» А в это время на Ростовском рынке. Хурман. 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 Открывай себе стаканчика! А в это время на саммите в Казахстане. Шеварданцу, мы про тебя что-то знаем. Что вы про меня знаете? Всё знаем. Те, кто с бушком дома дружат, в СНЖ нам тут не нужно. Понял? Контра. А Максим Калкин как-то подходит к своей маме и говорит, Мам, мам, скажи, а я когда вырасту, должен буду жениться на старой жене Деброва, да? А с чего ты взял? Я же веду его старые передачи. А у тебя парень дурак? У тебя вообще нет. Зато я умная и красивая. Ты чё, мужик? Вы что, пацаны, в то время как в знак протеста под война стал ложатся рельсы на шпалы? Вы! Вы забыли про мой день рождения! Ничего себе забыли! Лёв, а у нас даже для тебя подарок есть! Лёша, в честь твоего дня рождения мы с ребятами скинулись и решили подарить тебе 3 рубля. Тебя с пятисотки дальше не будет? А? А ты не знаешь, каким трудом мне стоило собрать эти деньги? Здравствуйте! Я представитель канадской оптовой компании. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Фигуристы, мы за вас уч стали понятсяmayı! Мы за вас competили! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Хоккеисты! А за вас сейчас будем мсти! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а! Стойте, NAWAZ alleen, ребят, стойте! Стойте. Давайте решим, наконец, такой вопрос у нас ещё emails нам мужикам уже по 15 лет! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Ребята, подумайте, почему мы все, все проблемы на этой земле решаем с помощью кулакова. Подумайте, ведь есть еще велосипедные цепи, медные трубы и кричит вас до конца! Паша, Сэш, Массаша, а тропа лежали, потому что в реке-бреке трубу подорвали. Получился наш рассказ, сидит на окончательстве, и в реке у нас такой же супер-содержательный. Когда-то еще разобрались, как и всё, все вместе с камнями. Правой и сперващей просто продали. Сфотографический. А мы продолжаем нашу языкную карточку И мне хотел бы сказать о формуле сегодняшней игры Из пяти играющих Сразу солнечной старой Скорее по ней на игре И споем сейчас для вас Мы ребята просто класс Добрый ряд из Красная Альска Мы приехали сюда Будем вместе лететься Клевая у нас игра Да и мы клевые тоже И город у нас клевый Кстати, наш город тоже стоит на реке Да а ну Да не надо новой Енисея Я же к тебе с добро Ну тогда добро оставляй Я сам свободен Ну герой Ну не герой, не герой, что ж Так значит цель нашу визита в Ростов Найти героя, чтобы он совершил за нас подвиг В эфире передача Последний герой Невыплата зарплат учителям Породила серию Голотова Последний, оставшийся в живых Получит зарплату за всех Да я по-моему, да я по-моему Лучше не успокойтесь Давайте лучше чай попьем Вот вот пирамидка есть Это для него Или для меня Это для чайника Дубина Вот пирамидка Для меня Реклама Таракан Прошедший подготовку в ловушке Рейд Мега Килл Убивает до 50 своих сородичей А в продаже появился набор Настоящего Пацана Машина Пантеак Шампунь Пантин Пролит и чистотай Понял? Новый ас-бриллиант Делает вещи Просто Делает вещи А Да Степка, давай Степка, соберись Ты Ты вещь, нашим последним героем Повторяйся, что это не обложит Да не то Я С 좋은 Я Упорный Я Упорный Я не знаю значение слова Уп interacting Я... Не знаю значение слова Уп pouco Степка, 얼�bed Не Strength Мы тебе поможем Степка А что нового у тебя дома? А я Хомячка тебя купил Ц.... Как же в дальнейшем Неу проблем У меня объемки и с лимоном С запахом Интересно, а Хомячку наскольку. Что-то грустно, а? Грустно и скучно, все грустно, скучно. Давайте, давайте зажжем зал, зажжем зал. Лишь коробком спичек. Нет, нет, давайте, давайте. Попанем просто, попанем. Пацаны, я тут вчера домой прихожу, представляете, да? Открываю двери. Откуда такой запах чистоты? Везде чисто. Все, бля, диск, он перевыкли, все! Да ладно тебе, Паша! А кто пойдет такой на дискотеку, а? Кто? Вау, какой пати! О, вот умеешь с девчонками знакомиться, а? Нет! Ну скажи, там проливай, муси-пуси, тарам-барам и все такое, понял? Ага! Ну давай! Пуси-пуси, тарам-барам и все такое! Я с кем по пати пришел и понимаю вообще! Саша! Саша, ты на английском разговариваешь? Yes, I am! Слушай, так и от этого тащит! Задействуй! Yes, I am! I am! No! Все, все! Костя, ты наша последняя надежда! Действуй! Нет, 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 нет! Буду действовать сам! Знаешь, что мне сейчас нужно? Да, забери такую бутылку! Надоели бомжи уже, надоели! Подождите! Мы будем думать или мы будем делать? Мы будем делать или мы будем делать! Подождите, не гремите! Не гремите, подождите! Соберитесь, соберитесь! Собравились! Точно! А теперь валите отсюда! Мы пишем на заборе, приехала команда. Команда Красноярск, мы продлинули в пары. Котовьте все ладошки, не смейтесь по нему, что нет. Мы не суперстары, мы команда из тайги. Не векай микрофон, ура, закручишь монограмму. Ты перестань кривляться, и не надо здесь панком. Встречайте в этом зале команду из Сибири. Они ведь так горали, что приехать в Морозов. Верси 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 На этом первый блокборс запоминает с вами оценка 5 баллов за этот блокборс. Ребятки, как вы выступали в инстанции с вопросом, прошу, пожалуйста, 4-4-4, 5-4-4. Еще маленькое отличие, я тут не знаю, я сообщаю, конечно, команду, естественно, дружно знаю, у нас в школе прощения системы подсчетов, и для отсутствующих вопросов, да, всегда считается сумма. Поэтому, как бы, будьте готовы к большим юридическим. Итак, команда... Итак, вы, это команда следующая, вот, пацаны, ваша семья. Те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те. И, наконец-то, и с форумом заявления ваша семья. Хорошо? Те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те. А вот, пока ребята думают, я попросил бы службу охраны домой отправить этих крезвых молодых людей. Ничего, что так, да? Пожалуйста, потрухляйте. Клянусь говорить, правда, только правда. Международный литийский комитет снял соревнования российских бокс-леистов прямо в самолете. В самолете у них была зафиксирована рекордная скорость, и теперь их подозревают в употреблении допинга. Не правда. Российскую команду сняли потому, что у них обнаружили крон. Еще варианты. Штопор. Клянусь говорить правду и только правду. Международный литийский комитет снял соревнования российских бокс-леистов прямо в самолете. Дело в том, что в самолете у них была зафиксирована рекордная скорость, и теперь их подозревают в употреблении допинга. Но потом им разрешили участвовать на Олимпиаде, так как самолет оказался осматиком. На знание спорта, да, прошу. Международный литийский комитет снял соревнования российских бокс-леистов прямо в самолете. Дело в том, что в самолете у них была зафиксирована рекордная скорость. А Павла Ростовцева соревнования не сняли, и сейчас мы присутствуем с вами на прямой трансляции лыж. Итак, Павел Ростовцев, мы ходим на трассу. Павел, работай палками быстрее! Павел сильнее! Сзади тебя на лыжи наступает немецкий лыжник! Ритмичнее, работай палками! Павел мы! Павел, успокойся! Немецкого лыжника больше нет! А мы выучим историю! Клинусь говорить правду и только правду. Международный литийский комитет снял соревнования российских бокс-леистов прямо в самолете. Дело в том, что в самолете у них была зафиксирована рекордная скорость, и теперь их подозревают в употреблении допинга. А эстонцы вывели новую породу борзы, предназначенную специально для охоты на черепах и улиток. Таким образом, эстонские черепахи и борзые никак не могут подлежать допингу. Я уже так... Давай вкратце! Международный... Клинусь говорить правду и только правду. Международный литийский комитет снял соревнования российских бокс-леистов. Не менее страшная судьба постигла знаменитого российского футболиста Дмитрия Анланга. Да. Судья удалил его с поля уже до второй минуты за слишком смешную фамилию. Ну, наверное, только ты на 1 метр. Ух... Продолжаем. Красноярск, ваш вопрос. Клинусь говорить правду. И мне кажется, ну, конечно, извините, что телефон меня немножко помнит вот здесь. Покажи людям, конечно, спрякнул в кулаке. Да, людям. Да, пожалуйста. Клянусь говорить правду. И мне кажется, ну, конечно извините, что телефон меня немного помнит. Да, вот здесь. То лучше на мою рацию глянь. Да. Вроде расходимся потихоньку. Прошу. Клинусь говорить правду. И мне кажется, ну, конечно извините, что телефон меня немного помнит вот здесь. Тебе серая панелька не идет. А и свой вариант ответа. Ты мне зубы не заговаривай. Отвечай на вопрос, за который ты можешь получить 20 миллионов долларов. Где Бен Ладан? А можно звонить другу? Можно. Бен Ладан? Алло. Бен? Где ты? И все-таки меня здесь пишут помнит. Спасибо. Следующий. Поздно. Один дистанция еще. Быстро нужно все. Следующий вопрос, пожалуйста. Говорят, что правду добра не добрует. А голая правда вообще до такого доводит? Может быть? Не доводит. Вот действительно. Пригласил себе девушку домой. Все было бы хорошо, если бы... Еще раз повторить что-то там у нас с микрофоном, посмотри, да? Клянусь говорить правду и только правду. Говорят, что правда до добра не доводит. Действительно. Пригласил себе девушку домой. Все было бы хорошо, если бы не о том, что вы сейчас подумали. Клянусь говорить правду и только правду. Говорят, что правда до добра не доводит. Покер. Что? Ты что, дурак? Какой покер? А мне все. Покер. Говорят, что правда до добра не доводит. Клянись говорить правду, учил отец Павла Поморозова. Все-таки к пионерству вернулись. Да, продолжаем. Кто у нас там? Десногорск, не спите. Ваш вопрос. Вы говорите правду и только правду. В октябре 2002 года пройдет в России перепись населения. Это Ваш. В октябре 2002 года. Раз, длительно. А начнем мы прямо с этого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Чтоб не досчитался чего-то. Топор попробуй. Ну тебе 2002 года. Вот добра фифа, здесь перепись населения. Что у нас там топора? Попробуй еще раз. Вот почему-то именно на Вас отличается. Я не только-то не даю. А ты попробуй может работать все. В октябре 2002 года пройдет в России перепись населения. Где-то переписывается. О. А ты пить. Нет. Что же мне не так? О, у меня здесь все нормально. Ты на камень спирушки, пожалуйста. Давай. В октябре 2002 года пройдет в России перепись населения. Нет, не было так, нет. Давай переписывается. А там это о чем? Спасибо. Спасибо. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Поздравляю Миша, а ты, Вова, значит, остаешься. Ну, значит, остаешься. Тогда проводи меня домой. У меня дома никого не будет. И тюбик шампанский нераспечатанный лежит. Тимофей! Кто-то сейчас что-то там провязанил. Тимофей, слушай, хоть труда слетать у меня на Луну! Н-н-н-н-н! Прости, брат, не могу! Мне еще полек пылесосится... Северная фигурация! Северная фигурация! Северная фигурация выбирает в облаку! Второй раз, эпидемиарцию, вызовут на юбидии! Американский второй раз выбирает на Луне! А теперь субтитерация! На Луне кричат горы Пятненского телевизорации! Маргарины, войти, артамарины, вперед! Это собака мне штаны оборвала, вы не поверите! Мама убьет! Ух ты, зубаты! Ты посмотри, что ты сделал! Мужчина, мы здесь дышим через раз! Да? Не тушите спичку, мы подкурим! Подкурите, хунать его! Вот так вот! Да! Артём! 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 Где ты, Артёмочка? Не вижу тебя! У меня шпилок есть! Артём! Где ты? Артём! 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 Где ты там? Артём! Ах! Артём! Короче, так! Ты сейчас что-то кидашь палку! Хосток! Ах! Артём! курица без лапок кузичи бобби о полка полка анечка анюта чё знаешь идти всё сделай там что-нибудь да я-то сделаю ну сделай я тебе сказал сделаю сделай я щас сделаю ну вот мужчина девушка а у вас часиков не будет а у вас девушка тоже часиков нет люди ну дайте часик да не мне сняли бы так давай быстрее уже нет что-то не выходит пробиваю ты да вообще какой то я не знаю давай вообще щас щас я тебя пробью щас я тебя пробью хорошо хорошо мы так просто одеваем туфи и собака может у тебя еще квартира вниз собачка а кто у нас идет заклинским я знаю сегодня заклинским пойдет самый лохматый правильно я сказал лохматый 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 у тебя звонок у тебя звонок суток алло 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 серёга серёга это ты серый собирай наших серёга мы не справляемся а и со своим необычным стэмом. А я просто... Жили были старик со старухой В старом доме В дачном поселке И в силе беглоках, и в силе лету Кто на лодку на землю поднимут, Кто бесплатный проезд отмигают, Как раз заворчала старуха Заводил бы свою пирогету, Что давно пауки не покрылась, Да слетал бы ты дед на луну, Подускал бы дед толпану. Толпануть, ударить, причинить боль, Отколпасить, взгастануть. Глокол второй спряжи, На конце пять местах. Ты-то баба совсем очумела, Что старуха в виду ты имела? В интернете сегодня копалась, На глаза мне статейка попалась, На луне продается земля, Вот при мне урвать для себя. Делать нечего старому деду, Вскромоздился старик наш в ракету. Сейчас, смело, я тебя подтолкну. Так отправился дед на луну. Луна – это ряда планета серого света. Он создаёт звёзды, естественные, Спутник Земли. Луна бывает полная, ударяя. Во время полнолуния Луна принимает форму лаваша. Не успел даже чаю попить, А ему ж пора выходить. Ух ты, ёжкин кот! Луна! А силий бабка не видна. Застолблел коляк. Землицы? Да пойду найду водиться. Долго детка нашагал. Пруд он лунный отыскал. Ох! Жадно он припал к водице И хотел уже напиться. Чё сочудная водица! Странно как-то пузырится. Ну уж раз сюда не верился, Чё с совсем я не помылся. Стал тут дед наш раздеваться. Ой, куда же нам деваться? Мы опустим сей момент, А теперь другой фрагмент. Ох, что за чудная вода, только сидит мне от глазу, о, мочалка подплыла, что за чудная вода. Ты что, спятил? Олух старый, ведь котков тебе не мог. Ох ты, ёшкин кот, кто здесь? Тут ещё и рыба есть. Не простой, старик, золотой. Золото, металл жёлтого цвета, всегда в цене. Периодическая система Битая Ивановича Медлеева занимает тем последнее место. Корона нашей рыбы выполнена из 580 пробы золота. Ты-то мне не нужна, родная. Всё не у кайф моей бабки-старухи. Замотала карга, ушу ей мало, и на плюде луну пожелала. На земле вы меня уж достали, на луне-то и то задолбали. Ладно, старчик, не гадуй, и на бабку ты наплюй, оставайся на луне. Места хватит здесь, в полуне. Три желания исполни твои, а потом, старик, отвали. Долго думал старик, сомневался, всё ходил по луне, спотыкался. Всё, придумал я, Рюбка, пиши, чипсов, лейс, что хрустят на души. Войне закаривала пачку, сока, литр три в задачку. Чай, Рюбка, на длинной верёвке, а твой трудно мне без сноровки. Хватит, старик, совсем ты рехнулся, чтоб ты в соке своём захлебнулся. Хоть бы денег себе попросил, деньги, сила, ты купишь весь мир. Деньги, воздух, а не ж бабки, а не ж зелень, а не ж баксы, а не ж лавэ. Места для хранения денег перечислить невозможно. Началась тут перепалка, деду вновь досталась палка. Злилась Рыбка до утра. Эй, заканчивать пора. Долго будут они здесь сругаться. Окончания нам не дождаться. Но в одном вас уверить хочу. Деду нашему всё по плечу. В общем, здесь я ещё покорчу. Пора, семестр такова. Останусь бабушка одна. И живёт она, пожилая. Полететь на луну лишь мечтает. Мечта. Покупайте козырованные сертифи мечта. АПЛОДИСМЕНТЫ Решил вернуть её. Мы поможем тебе, Родрида! Мы спасем Хуаниту! Для этого вы должны пройти через весь ужас во вселенной, проявить чудеса героизма и идиотизма. Готовы ли вы? Да! Да! Нет! Бригада? Я! Петро! Какой же ты все-таки? Петро зачем ты так сам? Ну ладно, прости меня, Родриго! Да ладно? Дорогой приняльник, у меня жутко болит живет. Не расстраивайся, тетя, сходи к этим врачам, когда мы реальны петли к тушке. О, врачи, бы на приду вы уже не себе назвали. Ой, не волнуйся, племянник, я сложу порноцептов и куплю у них лекарства. Мы не поступаем к пустам. Ох, негодяй, это врачи! О, негодяй, я не могу пушить! О, негодяй, я не могу пушить! Да, спокойно, снивай! О, Господи! Кто я? Кто я? Гена, у меня, что с тобой? Я потерял память. А тем временем в особняке злобный пурел отчаянно клеит хуанику. Хуаник. Хуаник. Радрико. Я сделаю для тебя все, что угодно. Я хочу, чтобы в той коробочке был маленький ручной слоник. Гоба. Чтобы через пять год в этой коробочке был маленький ручной слоник. Гоба. Я давно хотела тебе сказать. Понимаешь, я не спрятан. Хватай слона! Гобой, Гобой! Гобок не пришли! Гобой! Гуаник. Я все-таки хочу тебе сказать. Я... Поберегись! Я не хочу, чтобы ты не спрятался! Наконец-то я тебя нашел, Кулю! Я вспомнила! Андреего! Кулино? Я потеряла память! Я тоже потеряла память! Брат! Брат! Я нашла своих детей! Мам! Я нашёл свои лекарства! Я нашёл свою маму! Я нашёл свои ножки! Вот на этой! Первомайские рощи, город Краснодар! Прошу! Люди напрасно думают, что они являются хозяевами своих квартир! Настоящими хозяевами квартир являются домовые! Слушай, да! Классная у тебя квартира? Ну да, конечно! А вот это что такое? Брат, это такая вещь! Телевизор называется! Как включишь его! И тебе весь вечер, мужик, что-то парень-пашет! А вот это что такое? А-а-а-а! И там... Ну такая вещь! Я, честно, не знаю! Слушай, а дымоход есть? Зачем дымоход? Сейчас вытяжка! Сколько погибло там наших домовых? А, кто там? Где? Ну это хозяйка идёт! Чего? Так спрятаться ж надо! Зачем? Мы же невидимые! Невидимые? Невидимые! Сейчас проверишь! Ну давай! Я сейчас! Невидимые, я тебе говорю! Ну смотри! А-а-а-а! А и правда невидимые! Невидимые! Ну я тогда хозяйке накоплю! Ну давай! Ну чё ты? Гости с пустыми руками, да? Да! Ой! Совсем забыл! Я что-то воду принесла! А-а-а-а! А-а-а! Значит а закуску хозяйка должна тебе принести! Да моя? Чё ж про закуску забыл! А-а-а! О! Подушечка! А-а-а-а! Так и будем сидеть? Или может ты откроешь всё-таки? Может открыть что-ли? А-а-а! 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 А-а-а-а! Что-то! Что?! Что? Что ты хочешь? Что? Бутынка! Бутынка! Нормааааа А-а-а! Аана! Что-то? Что-то! Ещёag, Что это? А-а-а! А что что это?! Бутынка эта-а! Хватит! Я, наверное, экстрасенс. Да, да, наверное, экстрасенс. Да, я экстрасенс. Сейчас сам попробую. А что? Что? Что бутылочка пошла? А, пошла! А-а-а! 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 Ну ты меня уморил! О-о-о! О, на! Спасибо! А-а-а! Что? Что это? Это плохо! Ну не кричи! Не кричи! Это просто все! Все! Что ты кричишь? Успокойся! Закурить! 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 Господи! Ты еще и при зажигалке, на! Спасибо! А-а-а-а! 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 А-а-а! Умираю! Умираю все! Что случилось? Что такое? А-а-а! Я экстрасенс! Он экстрасенс! Я с токами двигать могу! А с токами двигать можешь! Смотри! Смотри! А-а-а-а! А-а-а-а! Руками поводи! Руками! А теперь глаза так вырыщи! Как украла! Давай! Может обойдет у тебя? Давай! Давай, скажи, бутылка и иди! Давай! Отдохни немножечко! А-а-а-а! А-а-а! А-а-а-а! А-а-а! А-а-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а! Вот эти цветочки и мне случайно! Ой! Совсем за труда тебе! А-а-а-а! Спасибо! А-а-а! Не все так просто! А-а-а! Да ты успокойся, успокойся. Погода нынче прекрасна. Да. Ты еще вспомнишь, что ты экстрасенс. О, я же экстрасенс. Давай. Давай. Ты будешь желание загадывать, а я открою. Давай. Давай посмотрим. Шурик, входите. Давай. Давай. Ты можешь это. Не забудь. Смотри, два гриппутылка. Полетел. Кошмар. Ой, мамочки. Черт, давайте поговорим, наверно, теперь. А тебе какая музыка нравится? Мне Дэцел нравится! Дэцел! Ой, и мне тоже! Выберите на ножках! Да! Спасибо! Эдди Эцел сказал! Да! Ваше обладание! Уважаемые фигицы! Город Волгоград! Четыре! Далее, наш стенд продолжал Каменск-Шахтинский Полёт на Луну, такой собакой у них было Не помните? Три! Четыре! Три! Три! Четыре! Три! Далее, Патерфляй! Город Волгоград! Со сказочным таким полётом на Луну! Четыре! 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 Три! Четыре! Как настоящий трёхмесячный англичанин! Вот! Мы все деревни, дорогой мой, эмине мой, эмине мой! Очень любим твой реп! И даже устраиваем дискотеки в клубе! Конечно же, лучше всех танцует твой реп! Марья! Она, кстати, так и не похудела! И однажды на дискотеке, дорогой мой, эмине мой моё, Она так задвинула нижний! И на меня банда бандитов, большая, огромная, все с цепями и с битами. И все на меня бегут, а я что, дурак, я подбегаю к забору, штакетину вырвал и в эту дырку. Спасибо. Позняков и Олег, ваши аплодисменты. Балов за третий конкурс STEM, команда Десногорска. Двигаемся дальше. Жил-был я. Да, Никит. Прошу. Добрый вечер, дамы и господа. Мой любимый город Волгоград, Краснодар, Казахстанск, Ростов, ну, в общем, вы поняли. Я хочу вам открыть маленькую тайну. Жизнь КВН-чика очень непроста. Вот меня судьба кидала из угла в угол, с потолка на пол. И одно время я даже начал оранжеветь и покрываться пупырышками. Может, но гнусные критики не одобрили моего рвения. И я подался в диджея. Алло, кто это? Сергей Одинцов? Что, хотите? Заказать песню для Ивана Любименко? Какую? Остров невезения. Отлично, Серега. И после этого, через два дня, совсем случайно, но благодаря Ивану Любименку, у меня появился маленький дефект. Это он. Это он. И я еще бы долго мог говорить о своей жизни, если бы не словарный запас, который подходит к концу. Однако, я хочу заметить, что в моем капитанском конкурсе было 43 буквы «Р». Спасибо. И уж на самый последок, я хочу сказать о своем единственном недостатке. Я ничто не могу с собой поделать, когда со мной на сцене находится такая прелестная дама. Позвольте вас. Я для нее готов сделать все и отдать самое ценное, что у меня есть. Это мое сердце. Спасибо. Так, ну что же, вопросы. Артем, да, твой вопрос. Прошу, задавай. Я смотрю, ты хорошо считаешь. А сколько в твоем рассказе было букв «В»? Я не знаю, сколько в моем, а в Скайдороке шла Саша по шоссе и сосала сушку, вообще ни одной нет. Ваня, Иван, твой вопрос. Ну, я просто не знаю. Ты вот рассказывала, жизнь сказанничка так сложна, так сложна. А может бросить играть тебе лучше? Легче сердца даме отдать, чем КВН забыть. Ну, молодо-зелено. Мы-то взрослые КВНщики знаем, да? Лучше уж наоборот. Продолжаем наш капитанский конкурс. Артем, да, твоя очередь. Прошу. Здрасте. Я хоббит. Да-да, вы меня слышали здесь. Хоббит. Я такая маленькая мушка. Про таких, как мы, часто говорят. Они маленькие, но ух, какие сильные. Так что их лучше не трогать, то будут пахнуть. Я родился рано. В два года. Я научился ходить по земле, как все нормальные дети. В семь лет. Точными науками я начал заниматься с ранних лет. Все начиналось с подсчетоконопушек на моем теле. Вы представьтесь. Первую книжку в своей жизни я прочитал в 10 классе. Азбука называлась. В 11 классе моя жизнь была полна. Я узнал, что существуют девчонки, изучая строение насекомых. Ну, в общем, вся моя жизнь была связана с животным миром. И с этим животным миром я познакомился ночью на кухне, когда встретил банду грязного луи. Ну, так, слово за слово. И тут попер он на меня. Как раз в этом случае я также познакомился со спортом. С этого дня я начал бегать кругами по плинтусам. Мама меня ругала, так как плинтуса часто ломались. Папа приходил с работы и играл в рыбу. Он садился на дно и молчал. Моим самым любимым средством передвижения являются ноги. Ну, не свои ноги. Прохожих ноги. Я цеплялся за их ноги. И они меня приносили во все те места, в которые я хотел. Но моя семья, моя семья очень мало тратила денег на мое пропитание. Так как рыбьего корма мне хватало намного. Намного. Как говорится в пословице, да? Любовь зла. Да, да. Я полюбил черепаху. Мы с ней даже часто делились травкой. Потом я залазил на ее панцирь и говорил. Ну, покатай меня, большая черепаха. Ну, с моей жизнью еще связаны кольца. Вначале это было обручальное кольцо. Потом олимпийское. И, наконец, кольцо Сатурна. Особую благодарность я бы хотел выявить ветру. Так как благодаря ветру я побывал в столько количества странах. О, он меня мотал. Туда, сюда. И не знаю, каким ветром меня занесло на эту сцену. Но я понял самое главное. Не важно, маленький ли ты человек или большой. Ты должен был быть властелином сердца и душ человеческих. Спасибо. Спасибо. Вот как. Ваня, твой вопрос. Пожалуйста, Юля твой. Ну вот, Артем, ты говорил, как в пословице, там, любовь зла, козлы берегитесь. Вот. А почему полюбил именно черепаху? Люблю зеленую девчонок. О чем-то внаемся внутренним. После игры потом. Пожалуйста, Юль. Ну, по пути сюда мы проезжали ваш город. И вот я никак не могу понять, кто роет такие большие норы. Каменьчане. Это шахты, наверное, все-таки, да? Аплодисменты нашему новоявленному хоббиту Белоуса, Артем, город Каменск, Иваново. Итак, встречаем. Семенов Иван, город Краснодар, Первомайская роща. Жил-был я. Раньше на меня совсем не обращали внимание девчонки. Я ужасно нервничал. У меня развелись комплексы. Из яселек я вышел совсем раздерганным. И тут, тут друзья во дворе предложили мне попробовать КВН. Я попробовал и попал в зависимость. Друзья познакомили меня с авторами-барыгами. Я выносил из дому вещи, продавал, а на деньги покупал себе шутки. Потому что, если я не сыграю разок в другой разминку вечером, меня просто плющило. Друзья заметили это и убрали меня по танцовку. Я сначала крепился, а потом срывался и начал петь. А однажды, однажды я пел, пел, но тут ведущий прервал меня и сказал, слишком затянуто. Он так и сказал, слишком затянуто для разминки. И после этого случая меня поставили раздвигать ширму. Дело было в том, что если с меня уже не смеялись, если я чувствовал, что с меня не смеются, меня начинало ломать. Вот так. И меня поставили раздвигать ширму. И вы знаете, я понял. Это мое. Это мое. Знаете, после игры я остаюсь один в пустом зале и разговариваю с ширмой. И вы не поверите, но мы находим общий язык. Мы бегаем друг за дружкой по залу, едим попкорн. У меня есть напарник и друг Артем. Семенов, а вы не смеялись. Да, я сам так не делаю. Куда? Ну, оставься. Еще два вопроса будет. И прячься. Микрофон на место. Пожалуйста, вопрос. Юля, твой вопрос. Властелину ширмы. Спой мне что-нибудь. Вот. Ну, только за ширмой, подожди. Спасибо. Пернись. Да. А, вот как-то. Что тебе смеет? Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста, кто нас задает? Да. Олеж, давай. А как ее зовут? Я не знаю, это моя новая ширма. Старая от меня ушла. Но, но я с ней все чувствую. Я за ней, как за каменной стеной. Спасибо. Семену была. И, наконец, последний. Ты не знаешь гимн в Беларуси? Нет. Да? Я понимаю. А вот, ты знаешь? А они наш новый гимн. После увольнения некоторое время я играла в переходах на саксофоне, но, когда его сперли, мне пришлось освоить новый музыкальный инструмент. Вот так. А может быть кто-нибудь хочет попробовать? Может быть хочешь? Ну, скажи. Ты, наверное, хочешь? Так попробуй. Мне нравится? Да. Спорт и политика тоже не прошли мимо меня. Во-первых, жила-была. А во-вторых, почему была? Вот она я, единственная девушка в компании замечательных парней, среди которых я попыталась не затеряться. Я думаю, что у меня это получилось, хотя, по-моему, нет. Аплодисменты Юле. Я думаю, что действительно не получилось потеряться. У нас смелые вопросы, Олег. Вперёд. Слушай, Юля, ты такая клёвая, поедешь со мной в деревню ко мне. Завтра. Слушай, Олег, ты такой классный парень, поедешь в деревню ко мне, а? Завтра. Вот чёрт. И второй вопрос, Никит. Попробуй, конечно же. А может, со мной? Я даже не буду думать. Конечно, я поеду. Ну, после таких розовых лепестков, ну, вот, собственно говоря, меланхолия на время. Мы, сидя, попробуем убедить капитанов в том, или же... Хватит, я так скажу, да? Забирайте всё. Аплодисменты нашим капитанам. Я думаю, что этот конкурс ничуть не хуже. Четыре. Три. Четыре. Три. Четыре. Четыре ваши аплодисменты. Я в лице Буратаева Никиты свой капитанский монолог. Жил-был я. Ваши оценки. Никите. Волгоград. Три. Четыре. Три. 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 Да, спасибо. Я увидел. Далее у нас шёл Артём. Белоус. Каменск-Шахтинский. Шпана. Хоббитское такое признание. Три. 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 Два. Три. Но... Это не... Десногорск. 115. Каменск-Шахтинский. 89. Красноярск. 126. Волгоград. 110. Музыкальный конкурс. Самое необычное, что можно было только вспомнить у нас. В этом новом дне. 32 марта. Вместе с нашими командами. А начинает у нас музыкальный конкурс. Баттерфляй. Город Волгоград. Ваши аплодисменты. 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 Это самые безумные люди на планете? Это, конечно же, Олимпийцы. Итак, на лёд приглашается пара из России, фигурная каталия. А сейчас на лёд приглашается парочка канадцев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Оль, вы тоже? А вам, детки, по конфетке. Здравствуйте, я Капля Сорти, а это моя сестричка Капелька. Это что за маскарад? Что, всё отменяется? Я гадкий утёжок Доместис. И именно я буду сегодня... Возьмём немного обычного порошка, чуть-чуть тайда, всё размешаем, результат налицо. Ты откуда? От верблюда! А мы продолжаем, продолжаем наши карнавальные безумства. И сейчас, впервые на этой эстраде, звезда эстрады. Я рисую белым мелом, цветной малом, пожелелым. Я рисую солнце пятна, ему пусть нет приятных. Я рисую мокрые пальцы. Я рисую любого, и самая ясная сына, и чёрная душа. Аманов, карнавальная музыкальная шкатулка. А наше карнавальное шествие завершает нашествие бабочек. АКВН, 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 АКВН Нас отвлечёт от разных бед и всех проблем. АКВН, АА, АКВН АКВН, АКВН, АКВН Баллы набирая по России, мы кранчались, все визиты оставляли. Те ночи тут вставались, отдыхали, танцевали, зажигали. Всё, устали на игру, в Ростов, на речку, в Гекер. Есть одно местечко, там команды верные, суть не всем о гербе. Реквизит бегит как надо, всё в порядке с нервами. Пролетело время быстро, вот крутые берега. Дом, ведь это ваше место, ваша река. Ау-реки, ау-реки, ау-реки. Играют детки, играют пацаны. Ау-реки, ау-реки. Ау-реки, ау-реки, ау-реки. Ау-реки, ау-реки. Команды Куэм, бутерфлей, город Волгоград. Ваши аплодисменты. Ау-реки, ау-реки. Валов Димка по прозвищу Шестик. Остальные же участники находятся на этом острове уже два года. И условия игры не изменились Суть заключается в следующем Последний, кто останется в живых, останется в живых Первым вашим заданием будет разведение огня То, что вы не смогли сделать за 24 месяца, вам нужно будет сделать за 24 часа Посмотрим, получится ли это Вы справились с этим заданием просто превосходно У вас есть шанс удивительный увидеть проезжающий мимо нашего острова спасательный катер Эй, мужик, до Ростова довези! Нет, сначала женщины и дети, за другими я потом вернусь Пацаны, пацаны, ну вы это понимаете, это не дело У нас есть только три дня, чтобы убраться с этого острова Пацаны, если мы через два дня не уберемся с этого острова, мы козлы Пацаны, мы козлы А теперь на нашем острове Аукцион А на острове Закуталова нету многого, нету малого И в лицо нас знает мошкара Здравствуй, папа, это я За конфетку, за конфеточку предлагаем вам креветочку Ты чё, дурак, масля на креветках 30 рублей стоишь Ой-ой-ой-ой, за тусонку, за тусонночку постираем Руба-сонночку Ты чё, дурак, а я почему про тусонночку ничего не знаю Это задание будет очень сложным для вас Где-то в этом районе была затоплена станция МИР Вам предстоит разыскать её и поднять на поверхность О, шестер, ты уже миллион сто девять дней на острове А мы ещё ни разу не праздновали твои именины Да Каравай, каравай, кого хочешь выбирай Пацаны, чё каравай, давайте хотя бы торт сделаем Вот торт, вот мы с Сашечкой будем пышечкой Оболзеть, тогда я буду кремом А я буду это, ну, шоколадная лазурька Не, ребят, чё там в этом торте не хватает А я буду вишенькой с изюминкой Вишня, вишня, зимняя вишня Три п'ятого Три п'ятого Три п'ятого Анна, вы стали победителем нашей игры И теперь можете отправляться домой Но на самом деле настоящим последним героем стал я Так как наша Анна не добралась до дома Она сломала руку где-то в середине Тихого океана Об пуль Большой сроки город, магистрали и дома Ростов встречают и другие города Мы в этом марте, в этом марте навсегда Остались земной А Бог, а нам вместе прямо за землей Но мы не пугались Если когда-нибудь, когда-нибудь пройдет Не важно и вновь Проходит в марте 31-й и 6-й Сегодня, может быть, кому-то повезло Сегодня, может быть, кому-то повезло Не важно и вновь Должны собственные настройки календарь Не стоит, может быть, вновь Адриэля Оргкомитет Международной Школьной Лиги КВН Благодарит за поддержку Областной комитет по молодежной политике И лично председателя Лукьянова Васильевна Городской комитет по молодежной политике И лично Лукьянова Васильевича За помощь и поддержку Также мы благодарим областной комитет по молодежной политике Ну, Александр Анатольевич у нас здесь в зале Что тоже приятно И огромное вам спасибо Также мы хотели сказать огромное спасибо фирме А следующий гость нашей программы Мой коллега по работе Василий Истреев Я рисую теплой кровью Все, что так давно хотелось Может, это и жестоко Лишь бы только песни пела Погибать в вальсе тело Вот такая беда Жизнь такая яркая Былая, зуба стоя Завтра кровь и щепнет в луже Пятьдесятки машин Растерзают в вальсусе На крае любви Анонс на НТВ По техническим причинам Вместо передачи «Тихий час» В эфир выйдет программа «Таланты регионов» Аплодисменты! А теперь это же сообщение Для тех, у кого цифровое телевидение Пятьдесят четыре восемьсот пятьдесят девять Триста двенадцать восемнадцать двадцать четыре Спасибо Итак, встречайте первую участницу нашей программы Гостью из недалекого села Красный Ливан Ифросинью Бурлакалу Аплодисменты! Я песню буду петь Парней так много молодых На улицах старотовав Какого черта я в Ростов Приперлась двадцать пятого Спасибо Аплодисменты! А победительницами конкурса Таланты регионов Стали настоящие Ростовские бабки! Ростовские бабки! Аплодисменты! 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 Ух! Ух! Аплодисменты! Аплодисменты! Восток? Да! Чем ближе тот, тем дальше Восток. Да! На Карпангоре танка улетим, меняют мечи на пухарики. Оп, оп, слушайте загадку. Красный с капустой, с картошкой. Что это? Ну? Ну? Ну что вы? Это же борщ. А теперь познавательная страничка. Юноши, слушайте. Чтобы раскрутить свою девушку, не обязательно катать ее на каруселях. А следующая песня для тебя, Владик. Владик, ты просто супер. У тебя корабли большие. У тебя есть текра и нет света. Тебя питаются в касселе. Их много, и это правда. Военковы России снищайтесь. Вы их в армию все заберите. Самолет приземлился на полуострове Таймыр. Минус сорок. Оттепель. Откуда вы знаете? А теперь познавательная страничка. Девушки, чтобы раскрутить своего парня, не обязательно танцовать в немедленный танец. А следующая группа называется «Богоугодные дрозды». Встречаем! Ребята, вы поете песни про Бога. Вот как вас встречает зал? Зал Карина встречает зал. Да зал нас тепло встречает. Очень тепло нас воспринимает зал. А вот зрители те, да, те мне нравятся. А зал хорошо. А может, вы что-нибудь поете сейчас? Мы споем вам песню о Боге. Это сингл с нашей последней кассеты. Эй, там на сцене. Да-да, вы с гитарой. Это говорю вам я. Звукач. Вам на гитаре низы срезать. Мы лучше без гитары. Да. Это песня о Боге. Вы слыхали, как поют дрозды? Аллилуйя! Нет, не те дрозды, что с голосами. Аллилуйя! А дрозды, поющие дрозды, это мы, мы за Бога подпевайте с нами. Аллилуйя! Вы слыхали, как поют дрозды? Ведь они поют не ради денег, они нужны нам фонды и мазды. А-а-а, нам бы Бог Иисус Христос и велик. А вот тут, вместо слова «велик» мы хотели вставить огромный черный байк. Такой, но велик по рифме больше подходит, поэтому... Аллилуйя! Ребят, время! Илон самолет-то о чем-то поет, и я заны снизу пилот. Если парашют не раскроется, хоть в поле отвошу. Не, ну как просил. А-а-а! Наш самолет приземлился в городе Ростов-на-Дону. И то не вечер, то не вечер. Ой! Вы прослушали песню команды КВН «Тихий Дон» после игры высшей лиги. А-а-а! Ребят, так мы ж в Ростове! А-а-а! А на вокзале лежит, да что куряки, Торгуют бабы, что спёрли мужики. Хоп-хоп! А у нас в гостях группа «Богоугодные Грозды» Светаев! А-а-а! Здорово! А-а-а! Ребята, вы поёте? Бе-е-е-е-е! А как относится зал? Да, мы поём. Да, зал! Да, когда мы поём, зал! Ого, зал встаём! Да! Встаём! Да! И уходит! Бе-е-е-е! Да идите неблагодарные! Эй, там на сцене с гитарой! Ну что? Что? Это говорю я! Пок! Ну давай, кучерявенький! Аллилуйя! А-а-а! 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 Жил бы у бабушки серенький костный, Она любила его, а дед её ревновал. А-а-а! А-а! 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 Баба себе завести! Аллилуйя! Серенький козли! Аллилуйя! Просто козёл! А теперь полезные советы. Девушки и юноши, чтобы раскрутиться, мне обязательно хорошо надо петь. Самое главное, чтобы цены на них не упали. Больше вас! Давай! Пять команд из разных городов. Здесь и Красноярск. Первомайская роща, город Красноярск. Администрация советского района города Красноярска. Красноярска, Девяткина, Ивана Александровича. Заведующего управления образования советского района города Красноярска. Зимина Евгения Юрьевича. Директор Анатолий Кузьмин. Мы еще вернемся. Ну что, снял, снял, всех снял. Меня-то снял. Да снял я, снял. Значит, твой наклеечку на кассету такую. И девчонкам бы отправить надо. Да подожди ты, ремикс фурор в Юрмале. Девчонкам отправить не забудь. Да подожди ты, ремикс фурор в Юрмале. Молодец, Олег, классно придумал. А давайте еще что-нибудь заснимем, кроме финальной пик. Давай, погнали. Давай, на сегодня. Я не могу. Ну, Катя, я на сцене. Ну что такое? Ну все, ну туда. А мне папа на день рождения пейджер подарил. А мне сотовый телефон подогнал. А мне плюшевого медвежонка подарили. А давайте меня на что? На моего ладовского медвежонка? На мой пейджер? Да никогда. Да, я вообще друзей ни на что не меняю. Ой, друг, повесился реанимацию. Мой сотовый круче твоего лоховского мишки. Твой сотовый круче моего лоховского мишки. А твой сотовый так может? Ну, нет, не может. Ага, то-то же. А давай тогда по твоему сотовому позвоним куда-нибудь. Давай. Алло. Абонент отключен или находится вне зоны обслуживания? Мам, это же я. Наташенька, привет, как дела? Как погода в Ростове? Мам, мне деньги нужны. Абонент отключен или находится вне зоны обслуживания? И свободны. Дети свободны, все. Лошадка! Ёжик! Медвежонок! Медвежонок! А кто? Медвежатник? Ты говорил, комонок, комонок. Что, пацаны, камера заела, сейчас быстро. Давай, давай, скорее. Что, снимаем? Ты говорил, комонок, комонок. Говорил? Говорил. Через лесок, через лесок, Оль, я тебе говорил. Говорил. Так мы третий день эту цейф-пользу таскаем в гости. Ну подумаешь, комонок бутлярчик. Он все остивается. Ничего не получишь, давай сами. Ааааа! Аааа! Где? Нет! Ну, пацан, пацан! Пацан, пацан! 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 Он впервые ограбил вам. Пацан! 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 Ваня, Ваня, думай, что ты снимаешь, пожалуйста. Что я тебя снимаю? Наезд, пожалуйста. Спасибо, Ваня. Некоторые в этом зале могут подумать, что команда КВН Ремикс не петь, не рисовать не умеет. Так ли это? Нет, это не так. А спонсором нашего следующего номера является пенка для бритья с ароматом апельсина. Теперь банановы! Но с ароматом апельсина! Итак, начнем с четвертой цифры, с нотки. Фа! Ты что-то руками размахался, рыба! Но-но-но-но-но! Хладно! Тогда давайте что-нибудь из нашего старенького. Фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-ф Почему я не слышу треугольничек? Ты что? Потерял треугольничек? Да ты знаешь, что нас в армии делали, когда мы треугольнички теряли? Да нас на металлофоны на ложки работать ставили. А знаешь, почему те, кто играет на ложках, называют лыжкари? Потому что не то, что когда-то теряли треугольнички. Я вам покажу сейчас, где треугольнички. Не волнуйтесь, мы совместно со своим спон... Бит по гору штаны, на все стороны равны. И сомнения это знает каждый школьник. Потому что бит по гору, когда раз-даврали спел, спел, а на сливой спи, да треугольничек. Ну вот видите, я же говорил, что мы умеем рисовать. Снял, снял, снял! Как это было, да? Какой команок, команок! Тебя не снял. Да ладно! Тебя не снял. Принято посидеть до конца, тем самым не обижая гостей, приехавших за 400,000 километров. В данном случае... У вас, да? Слава Богу! Дорогие мои! Перед тем, как поставить последние оценочки, мне хотелось бы от всем... Благоуважаемым людям, которые сегодня в жюри, вас очень много, не меньше, чем команд. Давайте как-то вкратце каждый выскажет свое мнение на счет увиденного, да? И мы подведем некие итоги. Геннадий Борисович, давайте с вас и начнем, собственно. Давайте. Геннадий Борисович, основатель ростовского КВНа, если можно, так выразиться. Теоретически. Я очень рад, что сегодня все команды выступили неплохо для детского КВНа. Если бы ростовские взрослые ребята так же выступали с такой самоотдачей, как выступает молодежь, я думаю, они бы достигли больших успехов на центральном телевизоре. И мне понравилось сегодня, конечно, три команды, которые были просто великолепны. Это Краснодар, Красноярск и Волгоград. Спасибо. Спасибо. Виктор Иванович, вам слово. Очень приятный сегодня получился вечер, очень веселый, очень соответствующий такому событию в нашем, в истории нашего города, в движении КВН городского. Конечно, основная мысль этого вечера для меня, то, что, как кто-то сказал из команд, по-моему, Краснодар, что в команды все одной крови. А все крови КВН, все крови, кроме шуток и веселья. Я бы тоже выделил три команды, точно как ветеран нашего движения. Я думаю, что у команды Каменско-Шахтинско просто черная полоса сейчас, и в дальнейшем они просветлеют. Команда Десногорска, значит, веселая, жизнерадостная, красочная. Ну, а те три команды, которые представляют... Спасибо вам за выступление. Елена Владимировна, да, прошу. Я хотела бы поблагодарить всех гостей, которые у нас сегодня на сцене, и всех тех, кто пришел к нам сегодня в зал. Спасибо огромное, потому что, мне кажется, совместными усилиями и участников, и зрителей сегодня состоялся клуб веселых и находчивых. Было смешно, интересно, спасибо всем. Особое спасибо. Мне хотелось бы сказать Красноярску, моему родному, самому любимому городу, потому что именно там, 25 лет, я жила. Там я научилась говорить, ходить, закончила школу, исторический факультет. Я обожаю Красноярск. Это лучший город в России после Ростова-на-Дону. Мы будем видеть, рады видеть всех вас в Ростове-на-Дону еще раз. У нас в этом зале, я как хозяйка, хочу сказать вам, дорогие друзья, уважаемые зрители, приходите к нам на все праздники, шоу-программы. И спасибо огромное вам, что вы сегодня сделали эту шоу-программу, этот клуб веселых и находчивых. Ну, как минимум, после такого спичи в Красноярске метро надо все-таки построить. Правильно? Андрей Иванович, вам слово. Добрый вечер, добрый вечер командам, болельщикам. Большое спасибо командам, которые добрались до нашего города. Особенно, конечно же, это команде Дети Станции, которые на пазике совершили такое замечательное путешествие к нам. Я хотел бы поблагодарить болельщиков, потому что действительно по реакции в этом зале мы видели, что КВН сегодня, КВН в Ростове у нас удался. Я еще раз благодарю команды, огромное вам спасибо. И надеемся, что, может быть, и финал будет тоже в городе Ростове-на-Дону. Ребят хотели в Москве вообще-то. Паран Максим, прошу. Добрый вечер. Я сегодня хочу поблагодарить не только всех, кого сегодня представляли, а еще Людмилу Тиграновну Дробичу, женщину, которая, в принципе, радует... Сейчас дай ее. Да, Максим. Огромное спасибо ей сказать, потому что это ее усилие, во многом здесь нас собрали. Вот, а по большому счету сегодня полторы тысячи действительно проделанных... кого-то меньше, потому что это должно любить и ранить ковры Васильевну. АПЛОДИСМЕНТЫ Ребята, спасибо вам за сегодняшний вечер, за ваши улыбки, за ваши шутки и просто за хорошее настроение. А для того, чтобы сформировать у вас незабываемое впечатление о нашем городе, о городе Ростов-на-Дону, я вам рада вручить презентационные путевки на наши деклоподы. И хочу пожелать вам самых огромных аплодисментов, а также лёгкой дороги в высшую следующее струбивную землю. Спасибо вам ещё раз. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, подойдите, подойдите. Капитаны, подойдите, получите путевки. На нашем языке это выглядит так. Это не ночная, а утренняя дискотека на теплоходе. И вот, что, собственно, дарит. Аплодисменты компании «Альфа». Дарья, я так понимаю, у нас фирма «Зебра» тоже готова сделать свои подарки. Нам будет очень приятно. Я думаю, что ребятам тут тем более. Добрый вечер, ребята, команды, добрый вечер, зрители. Я хочу поздравить все команды и всех зрителей с победой, с победой юмора. Это было яркое зрелище. Магазин «Зебра у них встал» желает, чтобы в жизни каждого из вас было как можно... Дарья, Ростов, с вами поделиться, я надеюсь. Необычно для КВН. Мы уже привыкли к слогану «Вместе с фантой веселее». Но тем не менее... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, что... Я думаю, что... Это как бы... Это как бы... Это как бы... А то, что это... Ну, как бы... Что он начал ему пораживать, что отражение в нашем праве... Мне очень понравилось. Хорошо, что это было замечательно. И суть, как бы... Вы... Вы улучшите команду, который тягите в уличную работу. Потому что... Даже на капитана подойти, когда пришли. А она... Есть отдельные призы. Еще другие призы. Но такой терминанский... Но, к сожалению... Не получилось. В принципе... Вы получили фантом. В общем... Капитанам ждут прекрасные призы. А... Все команды ждут... Совершенно море Пепси сегодня. По которому мы на теплоходах с дискотиной и поплывем. Вот. Аплодисменты компании Пепси за 2 призы. Не каждый день. Не каждый день. Огромное спасибо. И я на эту сцену... Огромное спасибо. И я на эту сцену хочу пригласить человека... Как бы сказать... Кто один из организаторов. Больше того... Я считаю... Вот, если у нас как бы... Сегодня познакомился... С бабой, да? Ростовского КВН. То есть мама Ростовского школьного КВН. Это... Руководитель Ростовского отделения международной школьной лиги КВН. Дробич Ильдия Тиграновна. Я действительно очень счастлива, я счастлива потому, что праздник состоялся, я счастлива потому, что наша мечта все-таки была, и эти прекрасные ребята, которые я не раз видела в области, на сцене, все-таки приехали в наш Ростов и показали нам класс, класс школьного КВН. Давайте вам аплодисменты начнем. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Мы дарили вместе с кондитерской, Андреевской, кондитерской мастерской наши вкусные подарки. И вам, ребята, спасибо за просмотр. Спасибо. Вот так вот. Спасибо, Валентина Гарманова. Ну что же, мерс жюри у нас сейчас будет поднимать. По ходу выступления. Первый начинал. Волгоград. Максимальная оценка 7 баллов за этот конкурс. Жюри, конечно, уже в курсе, это я говорю для зрителей. Итак, Волгоград. Домашнее задание. Ваши оценки. 6, 6, 5, 6, 6, 6. Команды. Первый начинал. Волгоград. Максимальная оценка 7, 7, 7, 5, 6, 6, 7. Волгоград. Прекрасная команда. Я еще раз попрошу вас наградить. Поскольку дойти до полуфинала у нас так же сложно, как и в высшей линии. Поверьте мне. Пожалуйста. Город Десногорск. 152 баллов. Ваши аплодисменты. А вам какие дистанции Десногорск? Одна из старейших в мире. Город Волгоград. 159 баллов. Город Красноярск. 171 баллов. И Краснодаре. 172 баллов. Итак, победители, ведь заметьте, порядок цифр 171 и 172 и уж 159 совсем-совсем немного. А мы не говорим вам до свидания, мы не говорим вам прощай. Почему? Потому что КВН остается с вами. Слово, последнее слово нашим командам. Прошу. Завтра в прошлом завет, он придет, он будет, он расскажет, светил правы. Спасибо, Ростов! Покажите, пожалуйста, ваше впечатление о сегодняшней игре. Ну, игра не самая сильная. Вот так вот опустимся на землю, да, несмотря на то, что как бы в Ростове она принесла, я надеюсь, принесла праздник тем, кто пришел сюда. И многие ребята узнают о том, как могут школьники, не хуже, чем взрослые, выходить на сцену, шутить. И выглядит это вполне, вполне прилично и интересно. Ваше мнение, на ваш взгляд, не расходится ли ваше мнение с мнением жюри сегодняшнего? Расходится. Но это мое личное мнение, а мое мнение как президента лиги никто никогда не узнает. Так, хорошо. Несколько слов о лиге школьного КВН. Ей уже очень много лет, но как бы в силу того, что у нас все, что связано с образованием в стране, развивается определенными рамками и не может сразу охватить все. Но я могу на сегодняшний день сказать, что порядка в 100 раз превышают школьные команды КВН по числу студенческие уже. Уже практически каждый второй КВНщик, который мы увидим по телевизору, играл в школьном команде, соответственно, в школьных лигах. И я думаю, что эта цифра будет расти ежегодно. Так, я так поняла, сегодня был полуфинал. Когда нам ждать финала? Значит, второй полуфинал пройдет 1 апреля в Челябинске, куда я, собственно, сегодня уже отправляюсь. А финал будет в середине мая, скорее всего, в Москве. Если в Москве что-то не получится, то есть как бы штаб-квартира, которая находится в Международной школьной лиге КВН в Обнинске. Тогда, милости просим, туда. Там-то уж точно. Скажите, пожалуйста, вы знакомы с нашей ростовской командой? Вы знаете, ну, еще как. Мы вместе играли вот игру, которая состоялась 3 недели назад. Потому что я еще умудряюсь играть за взрослую команду. Ну, и как? Вы считаете, что она достойная команда? Почему она не вышла в полуфинал? Вот ваше мнение. Я считаю, что слово «достойно» неуместно здесь. Я считаю, что это классная команда, которая показала, как бы, заявочную свою программу на будущий сезон. Потому что на моем веку только одна команда сразу стала чемпионом. Это дети лейтенанта Шмидта. Но не надо забывать, что выходили ребята уже, которым было под 30, а до этого 12 лет они были коллективом «Стема». Поэтому в КВН ничего так просто не дается. Все приходит только с опытом. Даже школьная команда, даже сегодняшняя, если взять победителя первомайскую рощу, они полуфиналисты прошлого сезона. Поэтому все закономерно. А команда хорошая. На ваш взгляд, что не хватает каменской команде? Почему вот она с таким разрывом осталась на последнем месте? Я думаю, что, скорее всего, вопрос кроется, как это для школьников не звучит дико, в финансах. Дело в том, что когда команда ищет финансы для того, чтобы поехать, они, кстати, единственные, кто приехал сюда за свои деньги. А вместо того, чтобы писать, сочинять и готовиться к конкурсу, я думаю, это отняло у них много сил. И их приезд сюда – это уже большой подвиг. А так мы знаем каменские команды, предыдущие вот «Шпана», и это «Штопор». Они стали в прошлой игре победителями. Нет, я вас обманываю, второе место они заняли. Они заняли второе место и показали себя очень и очень хорошо. Скажите, большое значение иметь для команд поддержка? И обязательно ли вот школьников должен кто-то поддерживать? Вы поймите, на городском уровне и на каком-то региональном уровне это в принципе не важно. В принципе не важно, по большому счету. Потому что, опять же таки, это первые ступени. А у нас игры связаны все-таки с переездами. Игры проходят по городам России, как вы поняли, и у вас вот одна из игр. Командам стоит достаточно дорого, чтобы приехать элементарно, просто приехать. Поэтому это очень важно. Спасибо вам большое. Спасибо. Какие месяца в лет существует ваша команда? Три года. Уверены ли были вы в своей победе? Как вы оценивали изначально соперников? Знали вы слабые и сильные стороны? Макс, мы работаем? Максим, мы работаем. Так, ребята, расскажите, пожалуйста, сколько месяцев лет вашей команде? Поподробнее, как вы организовывались с одной или вы школы? Нашей команде три года. Наша команда образовалась в городе Краснодаре в школе номер 10. До нас была другая команда, Первомайский парк. Но поскольку они все закончили школу и ушли в институты, была создана наша команда, Роща, Первомайская Роща. То, что мы сегодня здесь видели, все ваши выступления, вы готовили сами или вам кто-то помогал? Да, без всех, кого вы здесь видели. Сегодня без помощи редакторской работы Александр Владимирович. И спасибо, вот если можно снять, наш руководитель Лиле Николаевне. Вот ей большое спасибо, что она... Да, она положила в нас очень много сил, времени и средств. Спасибо ей большое. Часы, когда мы думали, что уже все, она кричала на нас, у нас открывалось второе дыхание. Мы начинали дышать и убегать от них. А скажите, вы были уверены в своей победе или вы сомневались на последнем? Что это, не знаю почему. У нас просто было желание на сцене оправдать надежду, возложенная на нас. То есть, просто говоря, не опозориться. Вот, мы постарались это сделать, насколько это возможно. Дали команд соперника, возможности команд соперника? Конечно. Мы общались. Мы на фестивале были. Кого вы больше всего опасались? Вот честно. Красноярцев. Опозались. Красноярцев, наверное, да. И ничего, что они проиграли. Да, тем более, разрыв очень маленький, практически несущественный. А как вы выбирали капитана? Кто вам это расскажет? Мы не выбирали. Открытым голосованием. Открытым голосованием. Были в этом три кандидатуры и проголосовали. Так, впереди у вас финал. Что вы будете готовить, если не секрет, и уверены ли вы в своей победе? Это не секретно, мы не знаем, что мы будем готовить. Будем готовить, это 100% программу. А, какую, там же как получится. Сейчас просто очень много эмоций, поэтому сейчас думать дальше как-то не задумываюсь. Вообще нас будет про футбол. Наверное. И Челентано. И про футбол. Это 100%. Да, вы мне ответили, сколько вы уже как команда существует. Давайте я вам точно отвечу. Да. По последним подсчетам, вчера вечером, я подсчитывал, мы в общей сложности сыграли 35 игр за два, с небольшим годом. Ну, ближе к трем. А большинство выигрывали, конечно. Единственное, что первый год, конечно, был не очень удачный, но молодая команда. Но все же мы дошли до полуфинала у нас в городе, вот, и показав тем самым, что действительно настоящая команда. Второй год мы играли, мы победители городской лиги. Чемпионы. Чемпионы городской лиги, да. Вот, в краевой лиге тоже, имеем успехи. И в международной школьной лиге, пока полуфиналисты. Сегодня это самое большое ваше растяжение? На данный момент да. В прошлом году, ну как, мы пролетели так, плавненько. В прошлом году, в полуфинале закончилось наше участие в международной школьной лиге Обнинской. Но в этом году мы надеемся, конечно, на то, что мы добьемся гораздо большего и будем стараться. А еще можно? Привет нашему директору Ларисе Петровне. Пускай она не огорчается, что сегодня с нами, ее тут нету. Она мысленно, конечно, с нами. Она мысленно с нами. В общем, привет, Лариса Петровна. Большое спасибо всем учреждам, кто поддерживает нас. Да, и конечно, всем нашим спонсорам, которые... Учителя, не обижайтесь на нас. Ну так получается, КВНщики мы. Так, и последний вопрос. Есть ли у вас какой-нибудь лозунг или вот... Давайте, все вместе. Мы победим, потому что мы банда! Все. Спасибо. Товарищ корреспондент. Мы еще не работаем. Капитан. Капитан? Да. Как тебе зовут? Артем. Артем. Где твой бейджик? Капитан. Йо. Адемой. Не надо времени. Артем, скажи, пожалуйста, сколько существует ваша команда, как вы вышли в полуфинал и почему вам не хватило сил, может быть, возможностей? Нашей команде три года. Мы вышли в полуфинал, выиграв четвертьфинал в международной школьной лиге КВН. Какие слова? По мнению всей команды, нам не хватило, скорее всего, время. Согласен. Время. Почему? Наверное, да, время очень большой критерий, но все равно нужно искать проблему в себе. Ведь вы сами видели, что другие команды сегодня делали. Да, если бы каждый сделал бы, хотя бы, ну, каждый бы сам отработал бы на максимум то, что должен был. Может быть, что-то... Да, было бы все не так плохо, на самом деле. Да, но хотя бы мы очень старались, очень старались. По сравнению с тем, что творилось на репетициях, сегодня просто держались достойно. То есть у вас нет организации в команде, да? Никак, организация есть, организация есть. Просто-напросто команда – это замкнутое общество, и многие вещи говорить не разрешаются, и мы не имеем права это сказать. А, мы все с одной школы, да. Я просто хочу сказать, что что было, то было. Просто мы хотим поблагодарить своих руководителей, действительно. Это люди, которые создали нас такими, какими мы сейчас есть. КВН – это именно та игра, где важна не победа, а участие. Да. Вы не планируете сдаваться, вы будете дальше участвовать. Мы никогда не сдаемся, и мы приносим большие извинения, если мы не оправдали надежды. Ну, так получилось, жизнь есть жизнь. Но хотим сказать, что мы старались, извините нас, пожалуйста, если что-то не получилось. Ну, а что, я расстроен, конечно. Что мы сегодня видели, вы готовили сами, или кто-то вам помогал. Все, что вы сегодня видели, готовилось сегодня ночью. Да. Это секрет страшный. Это страшный секрет. Только Донтер, никому это не говорите. Во-первых, не Донтер, а Теликс. Да, Теликс. Теликс – это, конечно, да. Что, да. Как я так облазал. За последние сутки мы поспали только два часа. Это тоже большой фактор. Да нет, не надо. На полном серьезе, когда вы начали готовить? За сколько? На полном серьезе. На полном серьезе. Мы решили ехать в пятницу. Мы решили сюда ехать в пятницу. А когда мы приехали сюда в воскресенье, мы здесь все готовили. Вы, мы все это сделали. То есть, вы три дня еще назад не собирались сюда приезжать? Да, не собирались. Максимум. Да. К тому же КВ – это только игра. Нет. Это большая удовольствие. Это хорошая игра. Выигрывали и Краснодар. Выигрывали. Просто большое удовольствие. Нет. А что осталось, хочу… Мы сейчас там все друзья, все знакомые. Хотим только пожелать им… Ребята, давайте. Да. Держите школьную лигу. У нас есть какой-то девиз «Все вместе»? Давай. Вот про «штопор». Давай. Давайте мы сейчас придумаем. Давайте разучим его. Давайте мы сейчас придумаем. Подождите. Что парсило, что паркласс. Будет все у нас от ас. Да. Раз, два, три. Штопор, сила, что паркласс. Будет все у нас от ас. Спасибо.